Более полутора сотен преступлений по коррупции выявлено в республике за прошлый год. При этом большая часть из этого числа зафиксирована на муниципальном уровне. Это должностные лица местного самоуправления, главы на местах, депутаты и чиновники. Какую борьбу ведут в республике с этим вопиющим явлением в материале Александры Охлопковой? Коррупция это не что иное, как использование государственных функций в частных интересах. Одной из причин коррупции, по словам экспертов, являются высокие полномочия распоряжаться какими-либо дефицитными благами. На всех уровнях власти понимают, что взяточничество карается законом, но все же факты с участием представителей власти растут. Всего на территории республики в 2016 году было зарегистрировано 160 преступлений коррупционной направленности. Правоохранительными органами, в частности, пресечена преступная деятельность шести глав муниципальных образований, двух депутатов представительных органов местного самоуправления, имеющих особый правовой статус, четырех заместителей глав муниципальных образований, более десяти лиц из числа государственных и муниципальных служащих. Если раньше выявляли факты по скрытию дополнительных доходов в декларации, то нынче направления для казнократства расширились. Зачастую следователи приходят к выводу о том, в процессе расследования уголовных дел, что чаще всего совершению преступлений коррупционной направленности способствует ослаблению контроля со стороны высших руководителей органов власти, в подчинении которых находятся фигуранты наших уголовных дел. Борьбу с коррупцией надо вести снизу вверх, а не наоборот. Ведь именно внизу притаилось наибольшее количество взяточников. Большинство преступлений совершены должностными лицами местного самоуправления, руководителями муниципальных учреждений, федеральными государственными гражданскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. И в настоящее время главная задача нашего управления – это наращивать положительную динамику по выявлению и устранению явлений, порождающих коррупцию или способствующих ее развитию, распространению, поставить надежный заслон попыткам проникновения криминальных и деструктивных сил государственных органов. И твердо, неуклонно отставят чистоту рядов государственных и гражданских служащих органов власти республики. Получается так, что по многим преступлениям экономическая направленность и наказания смягчались. Ну, уже помните, наверное, как лишение свободы заменили штрафами и так далее, и так далее. Все это есть смягчение ответственности. Все это играет на руку вот этим коррупционерам. Понимаете, да? Вот поэтому и коррупция у нас расшлась до невоверного размера. Надо бороться с более жесткими методами. Только тогда мы поведем коррупцию. Коррупция знакома всем странам мира. Известно также, что подлинного экономического процветания достигают лишь те государства, где коррупционные явления сведены к минимуму. А для процветания необходимо много работать и начинать себя. Александра Хлопкова, Владимир Павлов, НВК Сахар, Якутск.